Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы прекрасно знаем, недавние праздники преображаются. Добавляются всякие новые штучки по типу оформления, по типу различных новых товаров. На любовной лихорадке сделали реворк в виде получения валюты. То, что с целью получения знаков любви мы теперь не можем сдавать какие-либо чудесные браслеты и обереги. Мы обязаны ходить на химическую компанию, обязаны делать дейлики. Ну и, конечно, не помешает сделать основной квестлайн. Потому что именно за него мы получим целых 150 знаков любви. Всего лишь за несколько минут. Давайте начнем. Сделаем быстренько этот квестлайн. Посмотрим, сколько времени это займет. И врублю даже таймер с целью того, чтобы все это глянуть. Самое первое задание, которое мы должны взять, это запах неприятностей. Побочным заданием, которое мы можем также сделать для получения знаков любви, это осмотр товара. Небольшой квест. Мы получаем целых 10 знаков. Это тоже круто. Двигаемся, делаем основную цепочку. Найдя все три улики, мы сдаем задание. Получаем уже 15 знаков любви. После этого нам нужно найти и убить 8 мобов. Сделали второе задание на убийство мобов и получили еще 15 знаков любви. Таким образом, суммарно мы получили уже целую тридцатку. После этого нам нужно переместиться в крепость темного клыка. Там тоже будет квестик. Прилетели, сдаем задание. Берем конфета бомбы и идем выполнять. Сдаем задание. Получаем целых 50 знаков любви. Также стартуем на королевскую химическую кампанию. Танком реага приходит быстрее, чем хилом. Поэтому, само собой, реагнусь танком. И получу еще 50 знаков любви. Также в этой коробочке тоже будут знаки любви. Вот и все. За целых 9 минут мы получили кучу знаков любви. Таким образом, мы можем позволить себе различные дорогие награды. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!